МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство уверены, они собственными глазами увидели сверхвозможности человека. Какие возможности скрыты в нашем теле? На что способен наш разум? Ответ на этот вопрос до сих пор не раскрыт. Известно, что в человеке заложен огромный потенциал, гарантия выживания его как вида, биологическая защита. Перед лицом смертельной опасности люди могут творить невероятные вещи. Когда человек, допустим, тонет, попадает под машину, или еще что-то, человек совершает, допустим, большие прыжки, человек совершает невероятные какие-то вещи, может задерживать дыхание на достаточно длительный период времени. И потом, придя в себя, начиная анализировать, сознавая, что же с ним произошло, человек понимает, что произошло что-то неординарное. Любитель горных восхождений Вячеслав Немировский до сих пор не может понять, как ему удалось выжить в, казалось бы, невыносимых условиях. Он вспоминает, что перед происшествием несколько раз получал странные предупреждения. На маршрут был человек, который совершенно не двузначно подошел ко мне и сказал, глядя прямо в глаза, не ходи наверх, сегодня не надо. И эта фраза была сказана так, что она прошибла где-то до самой души. Однако альпинист не прислушался к знакам судьбы. Погода стояла отличная, а склон, по которому планировал подняться мужчина, считался одним из самых безопасных. Вячеслав уже дошел до вершины горы и начал спускаться вниз, как вдруг земля ушла у него из-под ног. Через секунду мужчину накрыло лавиной. Налившийся влажный снег, лавинного выноса, это жидкий бетон. Он смерзается за считанные секунды. То есть это полная неподвижность. Раз. Во-вторых, у вас снегом забито все. Ноздри, рот, уши, снег под веками. И в-третьих, под снегом абсолютно темно. Без кислорода в полной темноте и сковывающем холоде Вячеслав пытался выбраться из снежной ловушки. Он вспоминает, что его тело работало за пределами своих возможностей. До того момента, когда я полностью выбрался наверх, прошло почти пять часов. Вот. И первых там, наверное, каких-то, я не знаю, 15-20 минут. Может быть, полчаса. Трудно судить. Это была работа только одной левой рукой. Освободившись из снежного плена, альпинист не знал, что ему насквозь мокрому еще сутки предстоит бороться за жизнь, пока его не найдет спасательная бригада. По словам Вячеслава, в тот день он дважды заглянул в глаза смерти. Мужчина уверен, выжить ему помогли скрытые резервы организма и вера в то, что он еще нужен в этом мире. Мне хотелось, чтобы меня нашли не потому, что я хотел там согреться, вот, или чтобы мне поскорее там каких-то таблеток дали, чтобы я двигаться начал. Нет, не поэтому. Это не животный страх. Ты просто понимаешь, что тебя что-то здесь держит. Не может такого быть, чтобы вот в такой лавине, через такие скалы ты остался неполоманный, ты живой, ты ползаешь на своих, ну, хоть не ходишь, ползаешь, но все же на своих четырех, вот. И, ну, значит, это не просто так. Значит, у меня здесь еще есть дела. На протяжении всей человеческой жизни на Земле существовал определенный процент людей, обладающих невероятными способностями. В одни века их считали одержимыми и сжигали на кострах, в другие почитали как богов и слагали о них легенды. Если мы посмотрим на древние тексты, то там, в принципе, мы можем найти даже описание таких феноменов, как левитация, телепортация, телекинез и так далее. Орган, который позволял тому разумному существу получать информацию не только ту, которую мы воспринимаем глазами, зрением или слухом, но и принимать информацию и более высокого порядка. Наш мозг работает быстрее любого современного компьютера. Он обрабатывает миллионы единиц информации каждую секунду. Но где в главном хранилище интеллекта сосредоточены утраченные способности, доставшиеся от предков? На сегодняшний день ученые склонны предполагать, что в какое-то время, возможно, это как какой-то рудимент, у человека существовал какой-то орган, находящийся либо в передней лобной части, либо в задней части черепа, который называется третий глаз. И по предположениям многих исследователей считается, что третий глаз позволял этим разумным существам, кто обладал этим третьим глазом, познавать либо окружающий мир, либо оказывать какое-то определенное воздействие. Старинные легенды рассказывают нам о необычном органе, третьем глазе или аджно-чакре. Этот орган давал возможность осуществить невероятное, ясновидение, телепатия, телекинез. Все эти явления связывали с третьим глазом. В культуре древних индийцев это был непременный атрибут богов. Бог Шива обладал таким третьим глазом. Причем, как было сказано, он всегда у него практически был закрыт, но когда Шива открывал этот третий глаз, он мог испепелить все окружающее. При этом, открыв этот третий глаз, он сразу, буквально мгновенно узнавал, что, где и как происходит. Современные ученые считают, что третьим глазом наши предки называли эпифис. Небольшую величину из горошину, железу красно-бурого цвета, находящуюся в глубине мозга, перед мозжечком. Интересно, что эпифис реагирует на свет и вращается подобно глазному яблоку. В эпифизе содержится так называемый мозговой песок, минеральные тельца сферической формы. Опыты выявили, в мозговом песке, в его микрокристаллах, содержится голографическая информация обо всем человеческом организме. Интересно, что эпифиз функционирует только в детском возрасте. Пик развития этой железы приходится на 5-6 лет. Возможно, именно жизненным циклом эпифиза можно объяснить, почему в раннем возрасте дети видят то, что не способны увидеть взрослые. Информация из космоса приходит к грудничкам через темечко или через шишковидную железу, которая к 10 или к 15 годам прекращает свою деятельность. Поэтому мы можем говорить о том, что все-таки человек каким-то образом связан с космосом, каким-то образом раньше он получал информацию из космоса. У людей, обладающих сверхспособностями, эпифиз продолжает функционировать и во взрослом возрасте. Пособности есть у каждого человека. Они дают самосрождение, но в большинстве случаев просто не востребованы человеком. Востребуются они только в экстремальных ситуациях, когда человек попадает в обстановку, которая является для него критической. В этот момент включаются внутренние резервы организма и сознание имеет прямой доступ к телу. В эту секунду человек начинает делать действительно невероятные вещи. Вадим Кузьменко один из таких людей. Его способности подтверждали в МИФИ и ЦКБ. Он неоднократно ставил над собой эксперименты, передвигал взглядом предметы и с легкостью вращал накрытый непроницаемым колпаком флюгер. Это передвижение выбросом эктоплазмы. То есть эфирное тело, происходит выброс эфирного тела на предмет, и он двигается. Когда устанавливается связь эктоплазмы с источником, и куда я, допустим, выброс отсюда произошел, шарик здесь лежит. И куда я руку веду, туда и шарик крутится. Необычные способности у Вадима открылись после автомобильной аварии. Он получил серьезные травмы головы. И вот это вот все, вот, картинки, звуки, ощущения, они шли со всех, как бы, грубо говоря, со сторон. Они впрессовывались в мой мозг, они вызывали жуткие боли, и я не знал, что с этим делать. Я думал, что я схожу с ума. Со временем Вадим понял, как обуздать неуправляемые ощущения и научился контролировать себя. Было ясновидение, потом это была проскопия, то есть предсказывание будущих событий. Ясновидение – это взгляд в настоящее, проскопия – это взгляд в будущее. Вот эти вот вещи. Диагностика ситуации, диагностика, здоровье, здоровье. А потом уже появился телекинез. Вадим Кузьменко уверен, что каждый из нас имеет сверхспособности. Необходимо лишь их разбудить, и тогда можно творить свою судьбу. Судьбы как таковой нету. Есть цепочка случайных событий, ну, так скажем, относительно случайных. И эта цепочка в многовариантном будущем человек может двигаться вправо по ней, влево по ней, прямо, но при этом он должен осознанно делать этот выбор. Когда осознанно, тогда и получается строительство судьбы. Эффект телекинеза известен человечеству с начала времен. Считается, что вся Вселенная состоит из атомов, молекул, элементарных частиц. Так же, как и наше тело и предметы вокруг нас. Стоит лишь перестать воспринимать окружающую действительность как материальную форму, и тогда человеческому разуму становится подвластно изменять структуру мира и влиять на события. Естественно, при реализации мы наталкиваемся на мысли других людей и попадаем на стенки, блоки и много чего еще. Поэтому действительно часть наших мыслей не доходит. Но мы можем менять наш мир полностью, просто силы своей мысли. Мы можем точно так же менять свой организм. Мы можем подумать о том, что мы не хотим болеть. Тайна строительства древнего города Тиоанака в Боливии является предметом споров для ученых. Огромные каменные блоки, из которых построен этот комплекс, весят больше 40 тонн. В те времена человечество не обладало техникой, способной перенести такие тяжелые грузы. По мнению некоторых исследователей, Тиоанака и другие древние мегалитические строения были возведены при помощи телекинеза. Строители того времени воздействовали на материю камня и изменяли свойства окружающей среды. То есть тело будет находиться в неком, можно так сказать, энергетическом шаре. Или как газовой оболочке, можно так и представить. Имеющий другую физическое свойство, и другую плотность, и другую среду. За счет этого предмет также может подняться в воздух, потому что он будет защищен от внешнего мира, вот этой оболочки. А внутри него будут создаваться все условия, например, там, вакуума или другой плотности. Например, там предмет может находиться в жидкости, вот, которая будет просто не видна. Но предмет будет считать, что он там находится. Поэтому он может поднимать. И управляя вот этой вот оболочкой, можно поднять, передвинуть любой предмет. Другим способом перемещения столь больших и тяжелых плит могла быть телепортация. Древние легенды рассказывают нам о богах и героях, способных перемещаться за мгновение на огромные расстояния. И даже на другие планеты. Мы видим в древних описаниях такие способности феноменальные, не только по телепатии, но и по феноменам телепортации, исчезновения, появления, перенесения тела или объекта в различное пространство. При этом идет описание того, что разумные существа умели перевоплощаться в другие телесные формы, а также могли внезапно исчезать или появляться в другом месте. При этом идет описание того, что все это является проявлениями сил природы. Ничего здесь сверхъестественного нет. Средневековые летописи рассказывают о необычном случае, произошедшем с испанской монахиней Марией Огрецкой. По свидетельствам современников, эта женщина никогда не покидала стен своего монастыря. Однако между 1620 и 1631 годами она таинственным образом совершила более 500 путешествий в Америку, где обращала в христианство индейцев племени Юма. Интересно, что сами индейцы в то время рассказывали о женщине в голубом, европейской монахине, и демонстрировали предметы, подаренные необычной гостьей. Кресты, четки и кубки. Эффект или феномен телепортации заключается в том, что существо или какой-то предмет исчезают и появляются в другом месте, не нарушая целостности этого объекта или существа. Мы сейчас можем только предполагать или говорить о том, что это проявление происходит при соприкосновении каких-то параллельных миров, или, возможно, человек или объект попадает в какой-то параллельный мир, который нам недоступен. Телепортация возможна. В 2011 году японским физикам удалось переместить пучок света, то есть буквально уничтожить его в одном месте и заново реконструировать в другом. Физики уверены, что в дальнейшем, используя подобные технологии, можно будет перемещать более крупные объекты, грузы, транспорт и даже людей. Успешные опыты по телепортации были известны и ранее. Знаменитый филадельфийский эксперимент, в ходе которого летом 1943 года эсминец Элдридж сначала исчез, а потом мгновенно переместился в пространстве на несколько сотен километров, эксперты причисляют к наиболее интригующим тайнам 20 века. Проводился эксперимент великим физиком Альбертом Эйнштейном. Автором технологии телепортации был сербский гений Никола Тесла. Интересно, что и дневники самого Теслы, и записи Эйнштейна после эксперимента бесследно пропали. По официальной версии, там был использован магнетрон, который создавал мощное электромагнитное поле, в результате чего эсминец Элдридж исчез на какое-то время, появился, соответственно, где-то в другом месте, в нескольких километрах от места приписки, и через какое-то время вновь появился в исходном месте, но уже в другом состоянии, когда люди сходили с ума, выбрасывались за борт, а те, кто прикасался к металлическим частям корабля, также имели металлический цвет. То есть весь организм превратился в сплошной металл. При перемещении в пространстве вещество сначала распадается на молекулы, а затем соединяется. Но если что-то идет не так, кристаллические структуры и физические свойства перемещаемых предметов меняются, и вещества смешиваются. Подобный эффект в 1976 году обнаружил ученый-экспериментатор Джон Хатчессон. С помощью изменений параметров электромагнитного поля удавалось создавать соответствующее поле, в котором, например, некоторые объекты обладали эффектом антигравитации, и они не падали на поверхность. Кроме того, был зафиксирован эффект, как раз тот самый эффект, как при филадельфийском эксперименте. Здесь был зафиксирован эффект совмещения дерева и металла, который невозможно создать в обычных условиях. А при эффекте Хатчессона происходит совмещение структуры металла и дерева. При этом ни структура металла, ни структура дерева не нарушаются. Телепортации можно добиться не только с помощью технических приборов, но и силой мысли. Ученые не раз ставили эксперименты, в ходе которых люди демонстрировали такие способности. В середине 80-х годов в Китайском институте космической медицины проводились эксперименты по выявлению феноменальных способностей экстрасенсов, когда предметы не только передвигались, причем преодолевая различные преграды, так же, например, как стенки из стекла, предметы, небольшие предметы, там часы, какие-то брелки, могли перемещаться под воздействием этого экстрасенса, могли перемещаться из коробки во внешнее пространство, преодолевая стенку из стекла. На некоторых предметах были установлены датчики и радиопеленгаторы. Во время исчезновения сигнал, посылаемый радиопередатчиком, постепенно затихал, и предмет исчезал. Но через некоторое время сигнал вновь возникал, и после этого появлялся сам предмет. Самое интересное заключается в том, что при перемещении предметы не изменяли свою форму. Если механические часы исчезали и потом появлялись, при этом время показывали то, которое они должны были показывать, электронные часы, которые были настроены на соответствующее время, после появления показывали то самое время, когда они исчезли. То есть какое-то шло воздействие электромагнитных полей на эти объекты, и, соответственно, происходил сбой, поэтому электронные часы уже показывали не соответствующее время. Кроме того, там даже были задействованы какие-то живые мушки, которые также исчезли и потом появились. При этом мушки оставались живыми. Древние индийцы считали телепортацию одной из невероятных сил, которые даются человеку после просветления. Силы ситхи, как назывались эти сверхъестественные способности, получали йоги в процессе непрерывной и многолетней практики. Они обладали какими-то знаниями, какими-то способностями. Это называется силы ситхи, с помощью которых они могли совершать определенные чудеса в нашем понимании. При помощи ситх йоги могли уменьшаться и увеличиваться в размерах, телепатически передавать информацию, обретали способность видеть и слышать на огромном расстоянии, а также владели гипнозом и даже умели исчезать. Есть описание сил ситхи, которые позволяют становиться невидимым. Скорее всего, речь идет о том, что человек, обладая такими способностями или возможностями, может каким-то образом организовывать структуру своего тела таким образом, чтобы для человеческого глаза он становился невидимым. Путем длительных тренировок йоги обретали еще одну уникальную способность. Они могли изменять вес собственного тела. Силы ситхи предполагают изменение веса как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Такие феномены мы можем сейчас уже наблюдать, например, у представителей школы цигун или у индийских йогов, когда они могут мгновенно, буквально с помощью каких-то мыслительных манипуляций, изменять вес в большую или меньшую сторону. В индийских ведах содержится практическое руководство по левитации, которое описывает, как привести себя в такое состояние, чтобы оторваться от земли. Считалось, что парящее положение наиболее удобно для исполнения религиозных обрядов. Буддистские тексты повествуют о том, как в 527 году нашей эры в тибетский монастырь Шаолинь пришел индийский основоположник дзен-буддизма Бодхидхарма. Он научил монахов летать. Пользовались левитацией и сам Будда, и его наставник маг Саммат. Они могли часами оставаться висящими в воздухе. Левитация происходит за счет изменения свойств клеток тела. То есть они приобретают другую массу, и, соответственно, человек, меняя эту массу, настраивая свои клетки, может взлететь. То есть теряется связь с землей. Слегка, не сильно, но теряется. В этот момент клетки преобразуются в нечто иное. То есть, так как мы стоим очень большим количеством из воды, с водой можно работать как угодно. Соответственно, клетки могут менять свою структуру. Случаи полетов были известны и в европейской истории. В религиях многих народов считалось, что святые имели способность к левитации в силу Божьего всемогущества. В 17 веке был зафиксирован случай полета монаха Джузеппе Деза. Он продемонстрировал свои способности папе Урбану VII, который счел это божественным даром. Посчастливилось наблюдать уникальное явление и философу Готфриду Вильгельму Лейбницу. Александр Шимко уверен, способность к полетам можно обрести путем упорных тренировок. В 33 года я осознал, что можно победить гравитацию. Это не было что-то такое сверхъестественное, это не было у меня задумки такой подняться в воздух. Оно шло как бы в процессе тренировок. Александр занимался искусством баланса, удерживал на себе различные предметы, ходил по канату и вдруг обнаружил, что можно балансировать и на воздухе. Левитация это тот же самый баланс, только баланс на пространстве, на воздухе, если можно так грубо сказать. Перед тем, как научиться левитировать, я научился балансировать предметы на себе, разные предметы, большие и маленькие, до спички на носу. Научился балансировать свое тело на канате, на тросе, на палке вертикальной. Вот. И это у меня получилось чисто случайно. Я начал, когда я падал с каната, я падал медленнее, чем обычно. И потом, когда остановился на канат, отталкивался от каната, я начал как бы балансировать на воздухе. Шимко считает, что обрести сверхспособности может далеко не каждый человек. Для этого нужно родиться в определенное время. Я считаю, что это зависит от того, когда именно человек родился. В какую фазу, в какое время, лунных суток. Я родился на темную луну. На темную луну рождаются люди, которые умеют что-то делать руками, которые предвидят. Ванга тоже на темную луну родилась. Я родился в 29-й лунный день, это когда полная темная луна. Ванга тоже тогда родилась. И все ведьмы, все прорицатели, они рождаются вот в эту темную луну. Однако, независимо от того, под какой луной мы родились, каждый человек имеет уникальную способность. Способность видеть сны. Мы не всегда запоминаем сновидение. Но каждую ночь попадаем в виртуальную реальность, созданную нашим мозгом. Когда мы погружаемся в сон, тело расслабляется, активность нейронов снижается. Но каждые 90 минут мозг начинает работать в сумасшедшем ритме. Это состояние называется фазой быстрого сна. Наш организм и мозг начинают работать по-другому. Мы начинаем быстрее дышать во время именно быстрого сна. Наши глаза двигаются быстрее. Крупные мышцы тела находятся в состоянии покоя. Но активны не только наши глаза, которые смотрят на образы во сне. Подергиваются кончики пальцев и небольшие мышцы. Удивительно, но во время сна органы чувств не задействованы. Хотя мы ощущаем запахи, вкус пищи, чувствуем прикосновения. Мы попадаем в другой мир и путешествуем по нему, в то время как наше тело остается неподвижным в постели. Ученые, занимающиеся феноменом сна, установили, что существует 12 основных сюжетов сновидений. К примеру, падение, неловкая стыдливая ситуация или катастрофа снились хотя бы раз в жизни каждому человеку. Чаще всего людям снятся кошмары. Сны, в которых людей кто-то преследует или атакует. Эти сны снятся людям из всех стран, любых возрастов, обоих полов. Кто гонится за вами во сне, это уже другой вопрос. И что вы делаете со своими преследователями, тоже. Но сюжет, в котором вас кто-то преследует или на вас кто-то нападает, самый распространенный. Считается, что сны – это работа нашего мозга. Они отражают наши желания, настроения, чувства. Каждый из символов и образов имеет скрытое содержание, которое можно расшифровать. Но, возможно, сон – ничто иное, как путешествие души в иные миры. Сон почитается во многих культурах, поскольку многие люди считают, что во время сна тело спит. А душа путешествует. То, что случается с человеком во время сна, оказывает влияние на всю его жизнь. В культуре коренных американских индейцев, как и во многих других культурах, считается, что человек, видящий сны, наделен особой силой. В большинстве мистических практик говорится, что во время сна душа отделяется от тела и перемещается в иную реальность. Жрецы, шаманы и колдуны держали в строжайшем секрете методики выхода из тела. Сны иногда соединяют нас с сущностями из потустороннего мира. Не просто что-то меняется в наших душах и телах, но происходит связь, которую мы не до конца понимаем. Некоторые люди чувствуют, будто во сне встретились со своей музой. Они начинают разговаривать во сне стихами. Кто-то видит во сне события, которые происходили на далеком расстоянии. Некоторые люди считают, что многие религии появились после того, как их основатель увидел какое-то невероятное видение. В Библии рассказывается о том, что большинство откровений пророки и святые получали через сновидение. Бог предупреждал своих приверженцев об опасностях и давал ценные указания. В Древней Греции также относились к снам как к путешествию в высшие миры. Существовали даже специальные храмы, которые древние греки посещали, чтобы увидеть священные сновидения. Когда вы чувствовали себя готовыми к этому, или когда Бог приглашал вас, вы шли в особую опочивальню, которая называлась Абитон, и спали в ней. С течением веков процедура, которая проводилась в храмах снов, менялась. Но ее суть заключалась в том, что вас готовили ко сну. Вы должны были увидеть сон. Именно такой и была цель вашего визита. И в некоторых храмах сна над кроватями спящих были отверстия, через которые священники разговаривали с ними и в некотором смысле направляли их сны. История знает много примеров, когда во сне люди совершали открытие и получали новую информацию. Великий датский ученый, основоположник атомной физики Нильс Бор, еще в студенчестве увидел сон, в котором он находился на Солнце, а планеты со свистом проносились мимо него. Они вращались вокруг Солнца и были связаны с ним тонкими нитями. Бор, по его собственному признанию, проснулся как от толчка. Он понял, что открыл модель атома, которую так давно искал. Солнце из его сна было ничем иным, как неподвижным ядром, вокруг которого вращались планеты-электроны. Так сон датского ученого положил начало атомной физике, принеся Нильсу Бору Нобелевскую премию и мировое признание. Исследователи сновидений считают, что каждый человек может заказать себе сон, чтобы решить какой-то вопрос или испытать во сне желаемое ощущение. Если вы хотите, чтобы вам приснилось что-то определенное, вы можете это сделать. Но вам нужно заполнить свой разум образами того, что именно вы хотите увидеть. Например, можно смотреть на какие-то изображения, читать о чем-то, думать о чем-то или придумать себе фразу, которую можно повторять. Например, люди, которые хотят летать во сне перед тем, как лечь спать, могут проговорить про себя. Сегодня ночью я буду летать. Эту фразу нужно повторять весь день, постоянно напоминать себе об этом. Сегодня ночью я буду летать. Вам может потребоваться три или четыре дня, но с течением времени вам обязательно приснится, что вы летаете. Мария Форца уверена, если осознать во время сновидения, что вы спите, то можно изобретать новые миры, реализовывать свои желания и даже почувствовать себя совсем другим человеком. Такое состояние она называет фазой. Возможностей у фазы на самом деле очень много. Это вплоть от каких-то развлечений, путешествий, как по миру, так и во всей Вселенной. Можно побывать на разных планетах, можно побывать в виртуальном мире. Допустим, для 18-летнего мальчика, допустим, это может быть очень интересно, побывать в компьютерной игре какой-то. По словам Марии, осознанные сновидения могут выполнять обучающую роль. Выучить иностранный язык, похудеть и развить интуицию в таком сне способен каждый. Вы со своими страхами встречаетесь лицом к лицу. То есть я так поборола свою фобию к воде. Я очень сильно боялась воды. Я стала там плавать, я встретилась с акулами, я встретилась с персонажами из фильмов ужасов. Все, и у меня вообще прошел страх темноты, каких-то привидений, призраков и всего такого прочего. Мария уверена, в осознанных сновидениях можно устроить свидание с любимой кинозвездой и даже встретиться с умершими родственниками. Я общалась один раз со своим дедушкой, то есть я с ним попрощалась и все, я не хотела больше. То есть мне это тяжело очень удалось вообще, я даже не поехала к нему на похороны. Для меня потеря этого человека была очень трагичной. Ну, я с ним один раз увиделась в пазе, сказала ему спасибо за все, потому что я не успела ему сказать накануне его смерти. И все, больше нет. Существует огромное количество свидетельств, когда люди во сне видели покинувших этот мир близких. И, как правило, во время такой встречи умершие передавали важную информацию и предупреждали о грядущих опасностях. Иногда через сон люди получали сообщения о смерти своих родственников. Одна женщина недавно видела во сне своего отца. С ним было все хорошо и о смерти никакой речи не шло. Она была в колледже и где-то в 4 утра она проснулась от этого сна в рыданиях. Ее отец пришел к ней во сне и сказал, «Я собираюсь жениться на женщине по имени Мэри. И теперь мне нужно уходить. Космический корабль ждет, но я просто хочу, чтобы ты знала, что я буду здесь. Я буду наблюдать за тобой. Я люблю тебя и всегда буду о тебе заботиться». Он поднялся на борт космического корабля и улетел. Она проснулась и начала истерически рыдать. Она рассказала о сне своей соседке по комнате, а потом зазвонил телефон и ее мать сказала, «Твой отец только что умер пять минут назад, как раз во время этого сна. Но вот как это объяснить?» Астральные путешествия возможны, если предположить, что Вселенная заполнена особым веществом – эфиром. Древние греки считали эту субстанцию одной из основных стихий. Алхимики в средние века пытались обнаружить ее при помощи опытов. Теорию эфира признавали Никола Тесла и ряд других известных физиков. Вакуум, который мы раньше предполагали, что это пустота, это ничто, на самом деле это какая-то среда, в которой присутствуют атомы водорода. А атомы водорода и водородные связи – это прежде всего источник жизни, и это подтверждает ученый. Далеко не всегда для выхода из тела требуется состояние сна. Медитируя, некоторые умудрялись посещать иные миры и во время бодрствования. Известны случаи, когда душа надолго покидала тело и находилась в высших измерениях. Это те самые путешествия, когда человек выходит из своего собственного тела и попадает, допустим, на другую планету или в другое место Земли, планеты, видит какие-то картинки со стороны. Или, допустим, во время, такое может произойти во время комы, когда человек, физическая оболочка отключена, не может функционировать, сознание выходит, как видит себя со стороны, и может путешествовать, или находиться рядом с телом, или в другом месте. Многие пациенты, побывавшие в коме, рассказывают о том, что видели свое тело с высоты или двигались по туннелю к яркому свету. Некоторые даже общались с Богом. Об этом написано в древних индийских текстах. Там немножечко другими терминами определяется все это. Описываются миры более высокого порядка, в которых существуют также разумные существа, и при этом оказывается, что человек является не самым совершенным, не самым разумным существом, не самым высокого порядка, есть более разумные существа, и на самом верху этой иерархии находится божество или Бог или Создатель. Многие, выйдя из комы, изменяли свою жизнь, становились верующими. Часто они получали необычные способности. Известны случаи, когда, очнувшись, человек начинал говорить на незнакомом ему языке, открывал в себе талант композитора или художника. В этот момент сознание, оно находится отдельно, и оно может соответственно быть около тела, либо путешествовать. Люди, которые хотят войти в состояние транса, они точно так же путем полностью замедления своих жизненных функций вводят свой организм в состояние комы, либо сна, и их сознание освобождается от физического мира и способны путешествовать на энергетическом мире, просматривать ситуацию. Древние индийцы называли такое состояние самати и считали его высшей ступенью на пути к просветлению. В состоянии самати обмен веществ в организме снижается до нуля, что позволяет остановить все процессы, обеспечивающие жизнедеятельность. Человек в таком неподвижном положении может находиться очень длительное время. как рассказывали нам ламы Тибета только потому, что тела, которые там находятся, они как раз находятся в состоянии искусственной самоконсервации. То есть, они не погибли в общепринятом понимании этого слова. Тела их законсервированы, биологические часы остановились, они не идут, тело не стареет, но оно и не распадается. Это не мумия, это живое тело, лишенное воды. Может оно ожить? Да, при определенных условиях. То есть, ему должна вернуться душа и искра, туха, зажечь эту душу. В 2002 году, согласно завещанию самого усопшего, был вскрыт саркофаг с телом известного буддийского лидера начала 20 века Хамба, Ламы и Тигелова, который умер в 1927 году. Покойного поместили в монастыре на всеобщее обозрение под стекло. Ученых поразил тот факт, что признаков разложения и других посмертных изменений на покойнике обнаружено не было. Изученные волосы и ногти показали, что белковая структура соответствует состоянию живого человека. Другим подобным феноменом считается двухлетняя Розалия Ломбарда из Палерма, которая умерла от инфлюенции более полувека назад. Тело Розалии поместили в гроб со стеклянной крышкой, которую установили в маленькой местной церквушке. 30 лет спустя один из уборщиков вдруг с ужасом заметил, как глаза девочки на мгновение открылись. Приехавшая в Палерма группа ученых с удивлением зафиксировала очень слабые электронные импульсы мозга девочки, как будто она находилась в состоянии сна. Время, которое существует только практически в физическом мире и в энергетическом его почти не ощущается, оно немножко по-другому там выглядит, время замедляется и человек, допустим, погрузившись в транс на две минуты, способен провести в том мире несколько часов, несколько дней, несколько недель без какого-либо ущерба для себя. И это не единственное необъяснимое явление. Истории, связанные с самовозгоранием людей всегда наводили ужас. В старину говорили, что человека сжег дьявольский огонь и спепелил сатана. Скорее всего, наверное, это может быть такой же эффект, как эффект СВЧ, когда используются сверхвысокие частоты и объект нагревается определенными лучами, точно таким же образом человек может нагреться при каком-то стечении обстоятельств, находясь в какой-то местности, либо может поджигаться целенаправленно с использованием каких-то лучей. Феномен Тумо известен в Тибете с древнейших времен. Специальные дыхательные упражнения позволяют разогреть тело настолько, что человек может находиться на морозе без теплой одежды в течение многих часов. Для успешной практики Тумо человек должен постоянно держать в мыслях образ согревающего огня. Ведь считается, что любая мысль может обрести материальную форму. Я видел опыты, которые они проводят по выработке так называемой энергии Тумо, внутренний огонь. Те, кто овладел, проходили экзамен, садились на льду горной реки на морозе, макали в воду эту тунику, надевали им на плечи оранжевую тунику монаха, и они их своим теплом высушивали. Надо было за час высушить 12 туник. И тогда он получал, так сказать, как бы очередной дан. И причем это косвенный, вот внешнее тепло, это косвенный признак. На самом деле внутренняя Тумо, это способность конденсировать себе энергетический заряд. Наши предки считали, что и сам человек, и его разум является частью Вселенной. И из этой общей материи мы способны черпать неограниченную энергию. Безусловно, в мире существуют две плоскости бытия. То бытие, которое является материальным, в котором мы присутствуем, наше пространство, наш обычный мир. и другая плоскость, где действуют совершенно другие какие-то нематериальные структуры. И вот как раз магия и состоит в том, чтобы уметь управлять этими силами. Наша душа соединена с телом при помощи особых энергетических узлов, чакр. Через них проникает космическая энергия, которая поступает в нервную и эндокринную систему, а затем в кровь. Таким образом, поддерживая здоровье и баланс нашего тела. Чакры можно развить, и тогда человек обретает сверхспособности. Потому что прямой контакт с информационным полем Вселенной. И можно и получить через него ответы, в том числе и просто в буквальном смысле простые технологии, какие-то новые знания, которые человечество не открывает, оно их просто черпает, они существуют помимо нас, вне нас, в объективной реальности мироздания. Согласно древним легендам для наших предков обычным делом были полеты в воздухе. Например, летописи сообщают о летавшем над рекой Волхов архиепископе Иоанне Новгородском. Исцеляя молитвой тяжело больных, парил в воздухе один из самых удивительных русских святых Серафим Саровский. В Тибете до сих пор умеют летать без совершенно без каких-то самолетов. Я сам наблюдал человека, который садился на дно ямы глубиной 3 метра и потом без видимых усилий вылетал оттуда и садился рядом. Ничего не сокращалось, ни одна мышца. То есть я не видел, как он туда стартовал. Я видел, как его посадили, мы отходили туда, и он вдруг на наших глазах раз оказывался на поверхности рядом с этой ямой. Но почему исчезли эти сверхспособности? Может быть, человечество утратило знания о них во время какого-то всемирного катаклизма? Наша цивилизация, она фактически седьмая как раса на Земле. А вообще считают эзотерики, что за 3 миллиона лет на Земле, за 3 миллиарда лет, которые существуют жизнь на Земле, не полтора миллиарда лет, а 3 миллиарда лет, сменилось 108, это сакральное число, 108 человеческих цивилизаций. По другой версии, человек был создан богами, и сверхспособности были вложены в него изначально. Однако люди стали совершенствоваться и могли превзойти богов в могуществе. Боги в какой-то момент обиделись на людей, которые хотели достичь уровня богов и хотели стать такими же всемогущими, но при этом неразумными, поэтому боги решили эти возможности отключить. И на каком-то этапе развития человека, скорее всего, высокоразвитые цивилизации решили, что человеку пока рано обладать такими способностями, поэтому согласно, например, Библии или согласно другим сказаниям, Бог отключил такие возможности от человека и теперь человек не способен на такие действия, при том, что в нем эти возможности заложены от природы. В данный момент нашим миром управляют темные силы, которые заставили человечество забыть о невероятных возможностях нашего тела и разума. Но согласно древним пророчествам, люди вновь обретут утраченные способности. И сейчас настало время для перемен. ТОЛЬ Субтитры создавал DimaTorzok